добрый вечер я надеюсь что к нам присоединяться еще люди сейчас мы сегодня отойдем на некоторое время от масса редского текста мы занимались последние занятия масса текстом книги даниэля то есть тем текстом который нам знаком на иврите мы читаем на иврите сегодня мы обратимся к тексту который известен нам из перевода книги даниэля греческий язык то есть так называемый септуагин для того чтобы об этом поговорить надо хотя бы сказать несколько общих слов касательно септуагинт значит септуагинта так называемый перевод торы и впоследствии других частей тонаха на древнегреческий язык это собственно самый первый перевод книг библейских книг на какой бы другой язык начало его восходит середине третьего века до новой эры в эллинистическом египте во время царствования талемея филадельфа существует я не буду все очень подробно рассказывать вкратце изложу существует известная легенда которая впервые излагается в таком псевдо эпиграфическом сочинении послании аристея о том что царь филадельф заказал перевод у иерусалимского первого священника тот послал 72 старца представителя по 6 старцев от каждого колена и они сначала вели философские религиозные беседы с царем чем его очень восхитили а затем отправились на остров фарус и там перевели тору на греческий язык этот перевод они друг с другом согласовали этот перевод и вслед за тем перевод был прочитан перед царем все пришли в совершенное восхищение и этот перевод был объявлен можно сказать каноническим ничего нельзя было к нему прибавлять ничего от него нельзя было убавлять то есть как бы его статус практически приравнен статус оригинала эта легенда рассказывается и в раввинистических источниках более поздних которые добавляют к этой легенде разные красочные детали так например то обстоятельство что старцы были рассажены по разным комнатам и переводили каждый самостоятельно и все равно у них получился один тот же перевод и более того не сговариваясь они сделали сознательные замены некоторых выражений в своем переводе по разного рода соображениям эти выражения приводятся в талмуде ионском талмуде в могила если сравнивать это с известными нам текстами сектуагинты то внутри третях случаев никаких таких замен нет и в общем на сегодняшний день не консенсус состоит в том что перевод этот стоит конечно красивая легенда но если говорить о реальности этого всей видимости перевод был сделан внутри общей еврейской общины александрии которые бы за 100 примерно лет существования греческой власти очень сильно или низ вались в том что касается в первую очередь языка на них было важно сохранять связь с риска религией и тем не менее они по всей видимости не были в состоянии это делать имея текст на иврите поэтому текст был приведен на греческий язык мы знаем что по значительно позже уже в первом веке новой эры филон александрийские знаменитые представители этой общины александрии философ комментатор судя по всему иврита не знал и читал тонах только по-гречески это судя по всему реальная причина создания этого перевода скобках это сейчас как бы не наша тема отметим что впоследствии в первом веке и во втором новой эры перевод этот был адаптирован христианской церкви и сделался священным текстом текстом священного писания так называемым ветхим заветом в рамках канонических писаний христианской церкви что повлекло это была одна из причин не единственная но одна из существенных причин того что еврейская традиция еврейская община весь к народ в целом отказался были и другие причины да скажем то что община в александрии после восстания так называемого восстания диаспор времена императора трояна во втором веке новой эры практически перестал существовать земле израиля все-таки знали как правило иврит и арамейский в персии в основном пользовались арамейским то есть греческий текст оказался без надобности и был забыт до нас этот текст дошел во первых виде виде так называемых так называемых унциальных рукописей то есть рукописи которых все пишется большими заглавными буквами а также рукописи называемым минускулы на который написано маленькими буквами те что большими буквами эти унициальные рукописи они в основном известны из папирусов найденных в египте и из кожаных цветков в кумране вот а что касается что касается минускул то тут ситуация другая тут у нас есть тут у нас есть рукописи средневековые три разных извода ватиканский синай с синайский или синатикус и александрийский вот которыми пользуемся значит на самом деле прошу прощения я оговорился на значит вот эти самые три свода и кодекса рукописей которых я сейчас говорю это примерно четвертый век и это еще это еще функциональные рукописи написаны большими буквами а вот так называемые минускулы это более поздние рукописи где-то начиная с девятого века и далее которых довольно много вот еще следует отметить что довольно быстро начали создаваться ревизии из септуагинты исправляющий исходный текст и телевизии создавались по разным причинам некоторые потому что с тем чтобы как бы приблизить текст к оригиналу некоторые из ревизии судя по всему были созданы в еврейской среде так называемый перевод аквилы упомянутые в талмуде на с тем чтобы как бы текст был более ясным образом соединен с еврей с еврейской раввинистической экзогетической традицией а вот значит потом уже в третьем веке такой отец церковный учитель оригин создает очень известное произведение дексапла то есть шестирядник которым он встречает разные рукописи септуагинты и разные тексты переводы ревизии септуагинты а также еврейский текст в его транслитерацию вот такой важный очень источник для нас сегодня при изучении септуагинты теперь надо иметь в виду что сам по себе этот термин септуагинта он немножко обманчив он с одной стороны обозначает действительно 70 как бы отражает эту легенду связанную с переводом танаха на греческий язык под этими посланниками из иерусалима с другой стороны надо иметь в виду что на самом то деле септуагинта сегодня включает в себя отнюдь не только перевод исходных еврейских текстов на греческий язык что это такое собственно это канон александрийских евреев он включал себя в том числе тексты изначально написаны на греческом языке поэтому сегодня мы отличаем исходный перевод который принято называть по-английски the old greek translation и вот этот как бы канон александрийских египетских евреев которые называют словом септуагинта вот например а просто вот скажем есть четыре макавейских книги мы еще к ним обратимся в свое время и вот три из них написано изначально на греческом языке причем как бы это не одинаковый греческий язык разных случаях речь идет о разном скажем переводы действительно реальные переводы в основном переводы торы в основном переводы торы они достаточно буквалистки и такие в общем гиброизированные то есть это не стандартный литературный древнегреческий язык это в общем такой гиброизированный древнегреческий язык вот а с другой стороны есть тексты которые написаны действительно на классическом греческом языке вот скажем вторая третья четвертая книги маковейские некоторые другие а это тоже следует иметь в когда идет речь о в этом как бы сводит что он неоднородный нем есть много чего окей если у вас вопросы до сих пор как бы сейчас перейдем книги даниэль а это было свое род такое краткое вступление в септуагинта еще только одну вещь упомяну это важно все таки сказать что септуагинта отличается от масоретского текста во первых тем что там больше книг потому что туда вошли книги повторяю которые изначально написано греческом языке эти книги от были отторгнуты каноном земле израиля мудрецами земли израиля туда вошли также еще некоторые книги которые возможно даже изначально были написаны иврите но по ряду причин были тоже отвергнуты и порядок книг тоже отличается порядок книг тоже отличается нет вот этого трех частного деления на тору пророки и писания а деление тематическое тора потом все исторические книги включая там скажем на хэмли и девреями а затем все пророческие книги или то как представители александрийской общины понимали пророческие книги скажем и когда не еле у них что называется пророческой книгой а затем все остальное книги мудрости поэзия так-то расположены еще один момент на который тоже следует обратить внимание последний на этот раз самом деле что текст текст книг которые действительно являются переводом еврейских канонических книг не совпадает очень часто с масоретским текстом и сегодняшний день удалось доказать по многому благодаря кумранским свиткам что речь идет не об изменениях внесенного переводчиками в исходный текст а о другом тексте то есть в эпоху второго храма существовала очень большая вариантность канонических текстов они сильно отличались друг от друга и в ряде случаев сектор винта отражает другой текст и в кумране были найдены в частности тексты которые на иврите которые действительно являлись так называемым форлаги или тем текстом с которого делался перевод на греческий язык ну вот это как бы общий такой очень краткий экспорт касающийся сектор винты если у вас какие-то вопросы сейчас перед тем как мы перейдем книги даниэля нет пока вопросов ну хорошо когда мы сейчас перейдем книги даниэля единственное что открою открою файл который я приготовил полсекунды так итак значит мы уже говорили что еврейский текст и даниэля которая повторю еще будет возможно сказать это снова является последний по времени написания всех английских книг так вот еврейский текст и даниэля состоит из 12 глав из которых первые первые шесть глав написаны на контакт частично на арамейском языке а частично на еврейском первые первые семь глав а начиная с 8 главы и далее появляются исключительно тексты на иврите описывающие видения даниэля до этого следующий раз найдем вот мы занимаемся теми текстами которые написаны на арамейском первая часть рассказы нарративы и мы сейчас убедимся в том что все кто агенте появляется ряд добавок к этим текстом мы эти добавки прочтем в русском переводе а затем зададимся вопросом является ли это действительно добавками или же это что-то что как бы по какой-то причине существовало в форлаге септуагинты то есть юридском тексте на которую опиралась агента вот на советском тексте исчезла вот первые добавки находятся в третьей главе книги даниэль значит я напомню вам что это третья глава повествует о мартирологии там есть мартирологический сюжет трое юношей которых бросают в огненную печь которые называются в этой главе в основном вавилонскими именами шедрах мишах в веднэго они же согласно книги даниэля имеют и ивритские имена это важно потому что мы увидим что к добавке в добавках они как раз выступают под ивритскими именами ханания миша или азария теперь вот я напоминаю вам общий сюжет но куда носор создает огромный золотой идол требует чтобы ему все поклонялись и вот доносят на этих троих юношей что они не поклоняются золотому истукану новоходоносор приводит требует чтобы они немедленно поклонились этому истукану они дерзко ему отвечают что они не будут этого делать и уверены в том что если будет необходимость то бог их спасет а если нет то они готовы умереть новоходоносор велит бросить их в огненную печь и там они некоторое время находится на уходоносор помимо прочего поражен тем что там появляется еще какой-то какой-то образ какая-то фигура и эта фигура выясняется что это судя по всему ангел который 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 спасает троих юношей и после этого раскаившийся на уходоносор отдает приказ их из печи что они из печи по приказу на уходоносор выходят и и и на уходоносор результате славит бога израиля славит бога израиль что они при этом выходят из огненной печи совершенно нетронутыми даже одежда у них не сожжена теперь я хочу задать вам вопрос вот после этого краткого пересказа не чувствуете ли вы что чего-то в этом рассказе не хватает если чего-то не хватает то чего что стоило бы добавить если у вас какие-то на этот счет мысли что можно было бы сюда добавить чего здесь явно не хватает всю смысле сюжета у кого нет никаких предложений я я намекнул может быть намек поможет заметьте на уходоносор увидев это чудо прославляет бога прославляет бога благословляет его говорит благословен бог шедраха мишаха в аддин го который послал своего ангела избавил рабов своих которые на него надеялись от меня дается повеление что чтобы из всякого народа и племени кто произнесет кулу на бога шедраха мишаха и обдин его тот будет изрублен на куски одному обращен развалины ибо нет иного бога который мог бы так спасать а вот это то что говорит нам куда носа а чего же нам не хватает явно чего нам явно не хватает ни у кого нет идей я только надеюсь что меня хорошо слышно давайте проверим на там меня хорошо слышно полное молчание какое-то хорошо слышно хорошо слышно ну хорошо тогда ладно уже потому что я говорю в пустоту значит ну хорошо тогда давайте прочтем добавку и тогда уже задним числом поймем почему она была вставлена вот это текст из православной библии который включает себя добавки сектуагинты вот как бы там где начинаются квадратные скобки там и собственно и начинаются и начинается добавка и ходили посреди пламени вот эти трое юношей воспевая бога и благословляя господа и став азария молился и открыв уста свои среди огня возгласил благословен ты господи божий отцов наших хвально и прославлено имя твоего веки ибо праведен ты во всем что соделал с нами и все дела твои истины и пути твои правы и все суды твои истины ты совершил истинные суды на во всем что навел на нас и на святой град отцов наших иерусалим потому что поистине и по суду навел ты все это на нас за грехи наши ибо согрешим и и поступили беззаконно отступив от тебя и во всем согрешили заповеди твоих не слушали и не соблюдали их и не поступали как ты повелел нам чтобы благо нам было и все что ты навел на нас и все что ты соделал с нами соделал поистинному суду и предал нас руки врагов беззаконных ненавистнейших отступников и царю и неправосудному и злейшему на всей земле и ныне мы не можем открыть уст наших мы сделали стыдом и поношением для рабов твоих и чтущих тебя но не предай нас навсегда ради имени твоего и не разрушить заветы твоего не отними от нас милости твоей ради авраама возлюбленного тобой ради ицхака раба твоего израиля святого твоего которым ты говорил что умножишь семя их как звезды небесные как песок на берегу моря мы умолены господи паче всех народов и унижены ныне на всей земле за грехи наши и нет у нас настоящее время не князя не пророка не вождя не всесожжение не жертва не приношения не химияма не место чтобы нам принести жертву тебе обвести милость твою но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будут куда будем приняты как при всесожжение овнов и тельцов и как при тысячах тучных агнцев тогда будет жертва наша пред тобою на неблагоугодной тебе ибо нет стыда уповающим на тебя и ныне мы следуем за тобою всем сердцем и боимся тебя и ищем лица твоего не посрами нас но сотвори с нами по снисхождению твоим и по множеству милости твоей и избави нас силой чудес твоих и дай славу имени твоему господи и да постыдятся все делающие рабам твоим зло и да постыдятся во всем со всем могуществом и силой их да сокрушится и да познают что ты господь бог един и славен во всей вселенной остановимся здесь и отметим во первых что из трех юношек говорит это один который называется десевицкий мимо азария на мог бы быть их она не я и мишаэль но именно азария и надо полагать что это из-за его имени которая обозначает помощь господа а именно о помощи господу он и обращается обращается от имени всего народа теперь я хотел бы чтобы мы сразу бы почувствовали что весь этот текст который я сейчас прочитал на самом деле очень мало связан с конкретно описываемой здесь ситуации троих юношек брошенных огненную печь это никак здесь не отражается да они например не просят спаси нас из огненной печи а наоборот этот текст явно литургический который на самом-то деле с легкостью с легкостью может быть вложен в уста любого еврея который молится и обращается к богу о том чтобы он не забыл о в евреях ушедших в изгнание поносимых и которых все мучают и и на самом деле очень хорошо известный жанр который мы сегодня произносим например во время молитв девятого ава мы произносим это виду и да и объем кипур кинот виду и это молитвы которые с одной стороны представляют собой теодицею теодицею обравдание божественного суда с другой стороны это просьба о спасении жанр этот можно найти в псалмах просто здесь это такой очень длинный текст на который с очевидностью отражает эпоху изгнания и просьбу спасти это единственное что связывает этот текст с нарративом книги даниэля потому что согласно книге даниэлю все это происходит все что мы читаем происходит во время вавилонского изгнания я задам вам вопрос а почему собственно говоря был был добавлен этот текст почему это так важно кто-нибудь из вас может попытаться ответить да пожалуйста алекс вы хотите от меня подозрение что именно именно этот текст это вот то что то что сказал кто сказал азарь азарь он он дай именно именно от него высказывается все эти все эти все эти высказывания не не даниэль а именно они даниэль а именно а именно а именно азарь и и здесь все соответственно все все прочие все 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 пророчества с другой стороны о том что станет с накладным царом и связаны именно с даниэлем может быть именно тут ты лежит вот разделение смотрите здесь мы это обсуждали спасибо алекс мы это в прошлый раз об этом немножко говорили что рассказы книги даниэля на самом деле изначально как бы не были связаны друг с другом были традиции нарративные о троих юношах которые действуют отдельно и были троих нарративные традиция даниэля пока по определенным причинам видимо связанным с тем что сюжеты сами по себе похожи частично что речь вроде как идет об одном и том же времени автор редактор книги даниэля пишет первую водную главу на иврите где он их соединяет этих персонажей здесь как бы даниэля тоже нет это понятно но я хочу обратить ваше внимание на следующую вещь ну не зря я как бы подчеркнуто царь язычник прославляет бога царь язычник прославляет бога а еврейские герои готовы из-за него умереть не говорят ни слова не обращаются к нему с молитвой ни о чем его не просят и как мы увидим дальше и не прославляют его значит эта ситуация скандальная значит можно я бы предположил так что целью автора было с одной стороны показать не сгибаемость вот этих еврейских отрагов которые готовы умереть за веру а с другой стороны конечным результатом такой неизгибаемости должно быть именно то что язычник царь язычник убеждается в истинности еврейской вере веры и прославляет еврейского бога это известный мотив который появляется в разных местах мы его обсуждали он и до книги даниэля тоже нам известен язычники не обязательно даже цари которые убеждаются в истинности еврейской веры и прославляют еврейского бога а вот скажем рахам Блудница в книге Иошур. И как бы для исходного текста молитва отроков была не так уж принципиально важна, но начиная с какого-то момента это становится трендом. Это как бы с чем дальше, тем больше усиливается. Начинается в позднюю эпоху второго храма и особенно сильно проявляется в раввинистической литературе. Им очень не хватает того, что герои Танаха слишком мало молятся. Посмотрим на Авраама Ицкака Якова в книге Бариши. Они почти не молятся, почти не обращаются к Богу. Например, когда у Авраама Сару забирают в Египте, нигде не написано, что он молится. Поэтому более поздние тексты вставляют ему в уста молитву. Давиду, царю, даже приписана целая книга Таилим, которая представляет собой на самом деле литургические молитвы. Необходимо сделать так, чтобы идеал героя, еврейского героя был таким, что между ним и Богом постоянно поддерживается контакт, постоянно есть связь. Не только сверху вниз, то есть то, что происходит с пророками, но и снизу вверх. Необходимо обращаться к Богу. Во-первых, с покаянной молитвой от имени всего народа и говорить о том, что мы согрешили. А во-вторых, просить его о поддержке и помощи, ибо только от него эта поддержка может прийти. Поэтому я полагаю, что весь этот текст был добавлен, добавлен его изначально в главе не было. На каком языке он был написан, сказать однозначно трудно. Есть те, кто считают, что текст этот написан был на иврите и был вставлен в какой-то момент в перевод. Я сейчас не вхожу в детали, потому что на самом деле у нас есть несколько разных версий этих добавок в книге Даниэля. Версия самой Септуагинта, версия одной из ее ревизий, так называемый Филадатион. Мы не можем с точностью сказать, когда этот текст был добавлен. Но он был, по всей видимости, добавлен именно из теологических соображений. И, возможно, был исходно написан на иврите, и как бы знак того, что это чужеродное тело в рассказе, это именно то, что в самом рассказе, подчеркиваю, юноши называются вавилонскими именами. Шедрах, Мишах, Вадныго. А здесь они называются именами еврейскими. То есть тоже подчеркивается связь между богом и еврейским именем юноши Азария. Теперь мы увидим сейчас, что и дальше, и дальше наш текст продолжает эту линию. Там говорится след за тем следующее. А между тем слуги царя, ввергшие их, не переставали разжигать печь нефтью, смолою, паклюю и коростой. И поднимался пламень над печью на 49 локтей. Как бы такие драматические подробности, которых нет в мазарецком тексте. И вырывался, сжигал тех из халдеев, которых достигал около печи. Но ангел Господень сошел в печь вместе с Азарией. Подчеркивается, что ангел вошел в печь вместе с Азарией. То есть фактически в ответ на его молитву. И бывшими с ним и выбросил пламень огня из печи. И сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер. И огонь нисколько не прикоснулся к ним и не повредил им и не смутил их. Тогда сие трое как бы одними устами воспели в печи и благословили и прославили Бога. Значит, наш автор, автор этих добавок, попутно объясняет, что там произошло. Потому что из самого текста не очень ясно. Там просто говорится, что на уходоносом видит четырех несвязанных мужей, ходящих среди огня, и нет им вреда. А и вид четвертого подобен Сыну Божью. И вот как бы здесь мы находим объяснение, что именно произошло. Что вот ангел Господень сошел в печь. Что он сошел в печь в ответ на молитву Азарии и спас их. И тогда все трое уже помолился только Азария. А теперь все трое прославляют Бога. И говорят так. Мы не будем читать это все от начала до конца. Но, опять же, стиль очень напоминает нам стиль благословений, которые известны нам из-за еврейской литургии. И мы, собственно, молимся так. Благословен ты, Господи, Божий отцов наших, и хвальный, и превозносимый вовеки. И благословен ты, 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 и благослов Благословите Господа все дела Господние. Пойте и превозносите его вовеки. Благословите ангелы Господни Господа. Пойте и превозносите его вовеки. Благословите небеса Господа. Пойте и превозносите его вовеки. И нетрудно взять в руки книгу псалмов, открыть 148-й псалом, один из самых последних псалмов, чтобы увидеть, что весь этот текст, который мы читаем, вдохновлен этим псалмом. Я прочту несколько строчек на иврите, а потом переведу. Значит, прославляйте Господа с небес, прославляйте Его ангелы, все Его воинство, солнце, луна, все звезды, небеса. Дальше будет написано, что и земля, и бездны. Кто только нет. То есть текст наш, который мы читаем в этой добавке, он, по сути дела, берет за основу этой псаломы и распространяет его чрезвычайно. Благословите праведные и смиренные сердцем Господа, пойте и превосносите его веки. Это, в свою очередь, напоминает сказанное в предыдущем, в 147-м псалме, тоже призыв к кротким. Его нужно прославлять и славить. И заканчивается это все тем, что благословите все чтущие Господа, Бога богов, пойте и славьте, ибо во веки милость его. И здесь уже напрямую цитируются стихи псалма. Значит, опять же, совершенно понятно, что этот текст, опять же, был с точки зрения автора, который написал его, совершенно необходим. Потому что после чудесного спасения, до того, что царь-язычник скажет что-то свое, в первую очередь, еврейские герои, спасенные Богом, спасенные посланным ангелом, должны возблагодарить его. И это то, что они делают. Вот это очень длинные молитвы. Поэтому мы можем достаточной долей уверенности, вероятности сказать, что в данном случае речь идет явно о добавках, написанных, возможно, исходно на иврите, потому что, как бы, даже вот в этом русском переводе очевидно, насколько текст опирается здесь на ивритские литургические тексты. Хотя, опять же, это на самом деле неоднозначно, потому что, в конце концов, он может опираться на греческий перевод этих текстов. Вот, то есть, вопрос о языке этих добавок остается открытым. Теперь, это была одна добавка. Это была одна добавка, ну, как бы, две вместе соединенные, да, вот, как бы, молитва и благодарность троих юношек, как юношей, которые были спасены из огня печи. А другие добавки представляют собой дополнительные рассказы. И вот их мы сейчас тоже будем с вами читать. Значит, в масорецком тексте, повторяю, 12 глав, а в тексте Септуагинты, в тексте Септуагинты, есть 14 глав. Вот сейчас мы с вами обратимся к первому из этих рассказов, который находится в 13 главе. Мы, опять-таки, его прочтем. Сначала он, на самом деле, очень известен благодаря тому, что этот сюжет неоднократно становился источником вдохновения художников Возрождения. Так вот, что же мы здесь читаем? В Вавилоне жил муж по имени Йоаким, еврейским именем. И взял он жену по имени, здесь написано, Сусанну, на еврейтии, понятное дело, Шушана, дочь Хелки, очень красивую, богобоязненную. Родители ее были праведны и научили дочь свою закону Моисееву. Йоаким был очень богат, и был у него сад, близ дома его. И сходились к нему иудеи, потому что он был почетнейший из всех. И были поставлены два старца из народа, судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейших судей, которые оказались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме Йоакима и к ним приходили все, имевшие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Шушана, Сусана, входила в сад своего мужа для прогулки и видели ее оба старейшины всякий день приходящую и прогуливающуюся. И в них родилась похоть к ней. Извратили... Да, вы хотите что-то сказать? Да? Кто-то что-то хотел сказать? И извратили ум свой и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с ней. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу, пойдем домой, потому что час обеда. И, выйдя, расходились друг от друга. И, возвратившись, приходили на то же самое место. И когда допытывались друг у друга о причине того, признались в похоти своей и тогда вместе назначили время, когда могли бы найти ее одну. И было, когда они выжидали удобного дня, Сусана, лишь уж она вошла, как вчера и третьего дня с двумя только служанками и захотела мыться в саду, потому что было жарко. И не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее. И сказала она служанкам, принесите мне масло и мыло и заприте двери сада, чтобы мне помыться. Они так и сделали, как она сказала, заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, что приказано было им, и не видали старейшин, потому что они спрятались. И вот, когда служанки вышли, встали оба старейшины и прибежали к ней и сказали, вот двери сада заперты, и никто нас не видит, и мы имеем похоть к тебе, похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок своих. Тогда застоналась, что ж она и сказала, тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого, то есть не согрешить и впасть в руки ваши, нежели согрешить перед Господом. И закричала Шашушана громким голосом, закричали также и оба старейшины против нее, и один побежал и отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боговыми дверями, чтобы увидеть, что случилось с ней. И когда старейшины сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого о Шашане говорено не было. И было на другой день, когда собрался народ к Иоакиму, мужу ее, пришли и оба старейшины, полные беззаконного умысла против Шашаны, чтобы предать ее смерти. И сказали они перед народом, пошлите за Шушаную дочерью Хилки, женой ее Иоакима, и послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Шушана была очень нежна и красиво лицом, и эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали, а оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее, она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа. И сказали старейшины, когда мы ходили по саду одни, пошла эта с двумя служанками и затворила двери сада и отослала служанок, и пришел к ней юноша, который скрывался там и лег с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них и увидели их совокупляющимися и того не могли удержать, потому что он был сильнее нас отверли, в двери выскочили. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был этот юноша, но она не хотела объявить нам, об этом мы свидетельствуем. И поверила им собрание, как старейшинам народа и судям, и осудили ее на смерть. Возопила Шушана громким голосом и сказала, Боже вечный, ведающий сокровенно и знающий все прежде бытия его. Ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня. И услышал Господь голос ее, и когда она введена была на смерть, возбудил Бог святой дух молодого юноши по имени Даниэль. И он закричал громким голосом, чист я от крови ее. Тогда обратился к нему весь народ и сказал, что это за слово, которое ты сказал? Тогда он, став посреди них, сказал, Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали. И тотчас весь народ возвратился и сказали ему старейшины, Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшество. И сказал им Даниэль, Отделите их друг от друга подальше, я допрошу их. Когда же они отделены были один от другого, призывал одного из них и сказал ему, Состарившиеся в злых днях ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда как Господь говорит, невинного и правого не умерщвляй. Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом? Он сказал, под Мастиковым. Даниэль сказал, точно солгал ты на свою голову, ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам. Здесь надо иметь в виду, что на греческом есть игра слов. Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему, племя Ханаана, а не Иуды, красота прелестила тебя и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерьми Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззаконие вашего. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их разговаривающими между собою? Он сказал, под зеленым дубом. Даниэль сказал ему, точно солгал ты на твою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас. И здесь есть игра слов на греческом языке. Тогда все собрание закричало громким голосом и благословили Бога, спасающего, надеющихся на него, и восстали на обоих старейшим, потому что Даниэль их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали и поступили с ними так, как они зло умыслили против ближнего по закону Моисееву и умертвили их. И спасена была в том день кровь невинная. Хелкия же и жена его прославили Бога за дочь свою Шушану с ее и Акимом, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниэль стал велик перед народом с того дня и потом. А вот рассказ, первый из рассказов, который мы здесь читаем, и он, конечно, чрезвычайно, чрезвычайно насыщен различного рода подробностями, такой драматический рассказ, вот, но я бы хотел прежде всего отметить, что хотя Даниэль появляется в этом рассказе достаточно поздно, хотя он появляется в этом рассказе достаточно поздно, но роль его, в общем, центральная, потому что он спасает невинную женщину благодаря своей мудрости и праведности. Теперь я хотел бы опять обратиться к вам с вопросом, не видите ли вы в рассказе, который мы сейчас прочли, разного рода аллюзии на рассказы, известны нам из текстов Танаха. Если они вам как-то известны, то скажите. у меня первый вопрос, собственно, книги Даниэля, это уже рассказы, его я не видел. Я же сказал с самого начала, что это появляется только в греческом тексте. В книге Даниэля, в масоретском тексте книги Даниэля, этого нет. Это есть исключительно в греческом тексте. Сказит Танаха, по-моему, там есть аналогичные Юдит, это да, может быть, это Юдит книга? Сейчас, секундочку, Юдит, эта книга тоже не самого Танаха, это книга апокрифическая. Я сейчас задал вопрос про Танаха, вот я слышу Шломо, это уже некая зацепка. Шломо, мудрый царь, который судит правильно. Напомню вам эту историю в двух словах. А, женщины-глубницы. это самое, есть кто, кто, настоящая мать. Совершенно верно. Да, и Шломо находит хитроумное решение, которое на самом деле выдает ту, которая солгала. Сейчас даже не столь важно для нас, что там именно произошло, но Шломо выступает в качестве мудрого суди. Что еще? Может быть, еще какие-то истории, которые приходят в голову в этой связи? я напомню вам, например, из Клорио про Иосифа. Это история наоборот, но тем не менее. Иосифа пытается соблазнить жена Путифара, которая в него влюбляется, в книге Баришит, и она возводит на него напраснень, обвиняет его в том, что он хотел ее изнасиловать, хотя она сама его соблазняла. Из-за этого Иосиф попадает в тюрьму на несколько лет, пока его не выводит из тюрьмы сам фараон. Мы видим здесь тоже некоторые параллели с историей о Шошане, Сусане, теперь есть еще. Напомню вам историю про Давида и Батшеву. Батшева моется. Это такой существенный момент. Батшева моется, и Давид видит, как она моется, и это вызывает в нем неудержимое желание, он забирает ее при живом муже, а потом, как мы помним, посылает мужа Урию на смерть. И еще один рассказ я вам напомню, опять же, из книги решит. Про Иуду и Тамар. Рассказ про Иуду и Тамар, в котором Тамар, заловка, невестка Иуды, после того, что он не дал ей в соответствии с законом оливератном браке своего третьего сына, соблазняет его, он и беременеет от него, и он требует отправить ее на смерть. И она ее почти казнят, но в последний момент истина выходит наружу, что Иуда сам виноват, и она таким образом спасается от смерти. Что я всем этим хочу сказать? Я хочу сказать, что наш рассказ поэту Шушану, он несомненно во многом навеян разного рода танахическими сюжетами. Разного рода танахическими сюжетами, хотя и это собственно указывает на то, что автор хорошо был знаком с текстами Танаха и мог черпать из этой сокровищницы сколько хотел, хотя должен отметить, что подобного рода сюжеты о несправедливо оболганных, не обязательно о женщинах, которых пытались изнасиловать и потом оболгали и предали суду, а вообще рассказы о невинно оболганных известны нам известны нам из разных фольклорных традициях у разных народов. Даже подобного рода рассказ появляется, например, в «Тысяча и одной ночи». И всегда там ситуация, что одна сторона возводит напраслину на другую, и потом это благодаря некоему мудрому судьи выплывает наружу. Вот, есть похожая история на историю о Шашане у самаритян. Значит, эта история, в первую очередь, как бы вот, что она нам собственно, почему она была тоже добавлена? По всей видимости, она написана на греческом языке, потому что, как я и сказал, когда Даниэль разоблачает этих растленных старцев и говорит, какое наказание их ждет, там на древнегреческом языке есть игра слов между названием дерева и тем наказанием, которое им обещано. Мы как бы на русском языке этого не чувствуем, но дело в том, что мастика, мастиковое дерево, скажем, называется на греческом схинос, и там говорится о том, что ангел разрежет его, и там глагол очень похожий, да, ангелос схисой семэссон, тебя ангел разрежет на две части, да, то есть, по всей видимости, этот текст был создан уже изначально на греческом языке, вот, и он, он пытается здесь как бы добавить к библейскому образу Даниэля некоторую составляющую, которой он который он был до сих пор лишен, да, он еще не был судьей, да, он был толкователем снов, он был мортиром, да, но при том, что подчеркивается его мудрость, да, как бы вот эта мудрость не проявлена в суде, и для автора этого рассказа, очевидно, необходимо добавить эту деталь, потому что мудрость, где она в первую очередь проявляется, она проявляется в суде, так вот, как мудрость царя Шломо, да, проявилась в суде, и говорится там вот в том рассказе, который мы упомянули, что после этого, значит, вот мудрость Шломо стала, стало понятно, что это божественная мудрость, и все его боялись, и все его прославляли, так и здесь, да, значит, совершенно необходимо, необходимо рассказать об этой способности судить, интересно, что, так сказать, как бы прототип в известном смысле нашего Даниэля, вот этот мудрый царь Даниилу, известный нам из угорицких текстов, он и царь, и судья, да, вот здесь, как бы, мотив суда тоже выходит наружу, становится таким центральным, причем подчеркивается, что Даниэль еще тогда был юношей, да, еще в юном возрасте он уже мог так истинно и точно судить, и в этом смысле он, опять же, похож на царя Шломо, потому что царь Шломо, если вы помните, просит себе мудрость, потому что говорит, что я слишком юн, и не могу управлять этим народом, если ты не дашь мне мудрое сердце, и Бог дает ему это мудрое сердце, об этом рассказывается в книге царей, и первая же иллюстрация того, как это мудрое сердце действует, это вот история про двух блудниц, которые пришли к царю Шломо, и значит, как бы это видимо непосредственная причина того, что рассказ был вставлен, теперь последнее, что я скажу перед тем, как дам вам возможность задать вопросы, последний из добавок мы разберем уже в следующий раз, значит, есть в книге Ирмияу, которая, как мы увидим с дальнейшим связана довольно тесно с книгой Даниэля, упомянуты два персонажа, я их на самом деле уже упоминал и сказал, что возможно они послужили одним из источников образа огненной печи, там говорится о том, что были в Вавилоне два пророка, одного звали Ахав бен Коляя, а другого Циткияу бен Масия, и они пророчествовали ложно от имени Бога, и в результате Бог отдал их в руки Новохуда Носра, и он их сжег. Он их как бы тут используется тоже игра слов, одного из них зовут Ахав бен Коляя, так вот он их сжег их в огне из-за того, что они творили нечестие в Израиле и блудили с женами ближних своих. Значит, есть те, кто значит делают некоторое предположение, хотя, конечно, его трудно подтвердить, что история о Шушене и Старцах тоже была в известном смысле вдохновлена вот этим рассказом, вот этим упоминанием этих двух пророков, причем, что интересно, в Талмудическом трактате, сейчас я эту историю возьму, если в Танахе это рассказывается очень кратко, в Кинге Ирмияу, про этих двух пророков, то в Талмудическом трактате Сангедрин эта история получает некое распространение, она становится гораздо более подробной и там значит там говорится так сейчас если я ее сходу найду секунду одну секунду значит если я ее сейчас не найду то мы это оставим на следующий раз потому что ее действительно очень любопытно все что-то прочесть сейчас сейчас одну секунду видимо я ее оставлю тогда там как бы суть-то состоит в том что подробно рассказывается что с этими что с этими двумя пророками произошло и что именно что именно они сделали сейчас еще полсекунды буквально если я это сейчас не найду то я найду это к следующему занятию и обязательно вам это представлю потому что это достаточно достаточно поучительное поучительное сравнение ну хорошо оставим это тогда я предлагаю вопросы замечания по поводу того что мы прочли сегодня а это я найду и обязательно вам представлю я хотел сказать да пожалуйста соображение что не случайно в этой истории речь идет именно о судьях то есть не о судьях а вот таких как бы старейшин которые согрешили поскольку в контексте того что считается что Иерусалим был разрушен из-за неправедного суда здесь как бы показывается что эти старейшины они как бы дальше продолжали собственно говоря оставаться теми кем они были то есть показывается их сущность да то есть как говоря был разрушен и вот он Даниэль он как бы такой этот супергерой он как бы показывает это все да совершенно точно это как бы приурочено связано с неправедным судом из-за которого разрушены слава то есть сейчас виноваты не просто какие-то там ну я не говорю конечно там и царь и Давиды и так далее это тоже серьезно но в данном случае это именно те выжди народа которые собственно считаются одним из виновных разрушений так мне кажется ну в общем вы правы да то есть как бы можно сказать что вот из-за такого рода людей которые собственно тут даже в одном из стихов в самом начале было написано что и о которых господь сказал что беззаконие вышло из Бавилона от старейшин судей которые казались управляющими народом да значит возможно возможно даже я не исключаю как бы такой спорный момент что как бы здесь есть некоторая внутренняя полемика да если текст написан на греческом языке он явно написан скорее всего опять же в эллинистическом Египте да возможно что здесь находит свое отражение некое соперничество между общинами да вот зло выходит из Вавилона и там руководители народа говорят бесчесть бесчестия беззакония да любопытно что такого рода вещи повторяются потому что вот во времена раби Саади и Гаона такой же точно спор был между руководителями как бы персидской вавилонской диаспоры и Саади и Гаоном который пришел из Египта да так вот возможно что как бы хотят сказать что те кто ушли в изгнание вавилон они по крайней мере некоторые из них руководители народа сеют беззаконие так что я в этом смысле с вами согласен а пока Эмиль говорил я нашел это место в Талмуде я буквально минуту его зачитаю да говорится вот что сделали эти два пророка они пошли к дочери никого-нибудь а самого царя Новохудоносора один из них сказал Ахаб сказал ты соединись с Циткией да второй пророк а второй я сказал ты соединись с Ахабом она она же пошла и рассказала об этом своему отцу да значит отец в данном случае верит дочери а не навету этих людей а не показаниям этих людей и он тогда Новохудоносор говорит так я знаю что бог этих людей ненавидит блуд а поэтому не надо слушать этих пророков да потому что они очевидно пророки ложные поскольку значит не могут истинные пророки быть одновременно развратными людьми и когда они придут тебе еще раз пошли ко мне и она это сделала и он им сказал это значит кто вам велел так себя повести они сказали бог повелел нам так себя повести а Новохудоносор говорит а вот я спросил свое время хананию мишаэля и азарю наших героев и они сказали что это запрещено а на что эти двое отвечают а мы тоже пророки подобно им тогда говорит Новохудоносор я вас сейчас проверю так как проверил их их я бросил в огненную печь вот и они поскольку они были праведными они спаслись посмотрим что будет с вами вот они испугались искали а их было трое троим бог посылает ангела а двоим нет они сказали тогда Новохудоносор сказал вы можете выбрать себе третьего они говорят ну ладно пусть тогда первосвященник его шоуа смешиваются разные времена пусть он тоже будет с нами вот но в результате как бы несмотря на все их ухищрения и на все их попытки они сгорают сгорают в печи у Новохудоносора вот значит были те кто пытались сравнить этот рассказ с рассказом о Шушане и Старцах насколько это обоснованно трудно судить рассказ Талмуде более поздний все-таки вот но так или иначе мы понимаем здесь я подвожу итог что вот этот рассказ который мы прочли преследует цель показать что во-первых нечестие всегда наказывается не может быть такой ситуации что бесчестный торжествует а во-вторых что именно Даниэль и никто другой является тем кто приводит к победе добра и праведности в следующий раз мы прочтем последний из сюжетов посвященных Даниэлю вот в этих добавках о том как Даниэль разделался с идолопоклонниками но это будет в следующий раз если есть еще вопросы и замечания то я готов их выслушать пожалуйста вопросы замечания похоже вопросов больше нет ну хорошо если больше нет то мы значит следующий раз с одной стороны дочитаем вот эту последнюю из добавок а след затем быстро довольно будет а вслед затем мы перейдем ко второй части книги Даниэля где есть его видение исторического характера о них мы начнем говорить окей на этом мы сегодня заканчиваем всем спасибо большое всем спасибо да счастливо пока